Менделеев, Циолковский, Пирогов, Калашников. Сложно представить мир без всех этих людей, чьи имена давно уже вписаны в историю человечества. Но сегодня всем этим гением просто не оставили бы шанса появиться на свет. Ведь все они родились в многодетных семьях, как минимум десятым, а то и семнадцатым по счету ребенком, как, например, Дмитрий Менделеев. В современном мире проблема рождаемости вышла на первые позиции. Европа стремительно стареет, чего, правда, не скажешь о мусульманских и многих восточных странах, где все еще чтут древние традиции. Вплоть до революции 1917 года в России семья с пятью детьми считалась малодетной. Но никто не мешал иметь и больше – семнадцать, восемнадцать, а то и двадцать – это было не такой уж и редкостью. Но что же такое с нами случилось за эти сто с небольшим летом? Связаны ли таланты, многодетность или же это просто совпадение? В этом ролике попробуем вместе с вами разобраться в этих вопросах, а также расскажем удивительные факты из жизни пяти гениальных людей, родившихся в многодетных семьях, и поймем, что у них у всех общего. Приятного просмотра! Осознание Еще совсем недавно на Руси род свой знали и помнили до девятого, а то и до двенадцатого колена и дальше. С ведических времен считалось, что в семье должно быть не менее девяти детей, а полный круг – вообще шестнадцать. Семейство крестьянина Федора Васильева 1707-1782 годы вообще занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Первая его жена за свою жизнь родила шестьдесят девять детей, шестнадцать пар близнецов, семь троин и четыре четверни. Когда ее не стало, Федор Васильев женился снова, и вторая жена родила ему еще восемнадцать детей, шесть двоин и две тройни. В итоге в семье родилось восемьдесят семь детей. Сегодня такую цифру даже невозможно представить. Но по какой причине так произошло? Ждем ваших мыслей в комментариях под видео. Надо сказать, что у европейской науки отношение к многодетным семьям было, мягко говоря, странным. Так английский ученый Гальтон считал, что в самом одаренном в семье рождается первенец, а затем интеллектуальные способности угасают. Этого же мнения придерживался Адлер. А такие исследователи, как Маркус, Зойнц, Маролла, всерьез утверждали, что у детей из малочисленных семей гораздо выше интеллект, чем у выходцев из многодетных семей. И только сравнительно недавно ученые из университета Огайо, Оклахомы и Северной Каролины доказали, что это не так. И гораздо важнее интеллектуальный уровень родителей, а также традиции воспитания. Давайте вспомним. Практически все семьи русских аристократов были многодетными. Бах, Бетховен, Гете – все это выходцы из многодетных семей. Братья и сестры Марии Складовской-Кюри, она была пятой. Буквально все окончили школу с золотой медалью и были чрезвычайно одаренными людьми. Практически все семьи староверов, на плечах которых одержалась львиная доля российской промышленности, отличались многодетностью. Но вернемся к великим ученым и изобретателям из многодетных семей. Возможно, они бы и не раскрыли в полной мере свой талант, не будь у них жизненной школы, связанной с воспитанием именно в такой большой семье, где очень рано проявляется чувство ответственности, где старшие отвечают за младших, где все поддерживают друг друга и помогают во всех начинаниях. Судите сами. Дмитрий Менделеев. Семнадцатый и последний ребенок в семье, как раньше говорили, последушек. Великий русский ученый, химик, физик, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. Кому неизвестна знаменитая таблица Менделеева. А вот о множестве других его открытий сегодня мало кто помнит, хотя все они очень прочно вошли в жизнь. Пять раз его номинировали на Нобелевскую премию, дважды ее даже присуждали, но в итоге так и не дали. Первый раз в шведской академии закатил истерику шведский же ученый Сванте Арениус, жесткий противник Менделеева и его теории эфира. Во второй раз великий ученый просто не дожил до вручения премии. Менделеев не раз говорил, что поддержка семьи, а в особенности матери, сыграла ключевую роль в его жизни. В 13 лет Дмитрий остается без отца. Многодетной вдове пришлось управлять стекольным заводом брата, чтобы прокормить семью. При этом она вовремя замечает чрезвычайную одаренность младшего сына, чтобы дать ему достойное образование, переезжает с детьми из родного Тобольска сначала в одну, потом в другую столицу. В итоге будущее светило становится студентом физико-математического факультета главного педагогического института и с блеском его оканчивает. Николай Пирогов Родился 13-м ребенком в своей семье военного казначея. Невзирая на хлебную должность, семья жила довольно скромно, поскольку отец отличался кристальной честностью. Пироговы очень ценили нравственные ценности и старались воспитывать детей добропорядочными и трудолюбивыми людьми. Родители любили и уважали друг друга. Отец пользовался неперерекаемым авторитетом. Мать горячо любила детей, и дети платили ей тем же. Между собой все жили очень дружно. Детские годы вообще оставили в душе Николая Ивановича светлые воспоминания. Домашний врач семьи профессор Мухин принес ему первые книги по медицине. Он же помог ему поступить на медицинский факультет Московского университета. При этом Пирогову пришлось прибавить себе два года. Николаю было на тот момент всего 14 лет. Еще совсем юным врачом произвел фурор, блестяще проведя операцию ринопластики и буквально по кусочку собрав нос безносому цирюльнику. Пирогов первым занялся реабилитацией пациентов после операции, разработал новые приемы, позволяющие избегать ампутации конечностей, стал одним из первых военных хирургов, провел испытания эфирного наркоза и во время военных действий провел 10 тысяч операций под этим наркозом. Гипсовые повязки – его изобретение. По его медицинскому атласу и сегодня учатся студенты. Пирогов – основоположник военно-полевой хирургии и создатель множества хирургических инструментов. Об этом человеке можно говорить бесконечно долго, а он сам до конца жизни сохранил самые теплые воспоминания о своей семье, о чем делился в своих дневниках и записках. Вы на канале «Осознание». В нашей большой семье уже больше 3,5 миллионов подписчиков. Мы делаем этот мир более осознанным, поэтому будьте с нами, подписывайтесь на все наши соцсети по ссылкам в описании на случай блокировки Ютуба и едем дальше. Константин Циолковский Был 11-м ребенком в семье. О своем рождении ученый писал – появился новый гражданин вселенной Константин Циолковский. Мать отдала своим детям навыки чтения, письма, арифметики. Костя очень любил читать, много фантазировал. Его тяга к изобретательству была просто огромной. Мастерил игрушки, коляски, ветряные мельницы и даже сам сделал астролябию. Соорудил коляску, движущуюся против ветра. Мастерил волшебные ящики и комоды, используемые фокусниками. А в 14 лет соорудил самый настоящий токарный станок. После перенесенной скарлатины мальчик практически оглох и не мог посещать обычную школу. Но отец всегда верил в талант своего сына и принял решение отправить Константина в Москву в надежде, что он станет студентом высшего технического училища. За свою жизнь Циолковский опубликовал 148 работ и написал более 600 рукописей. Именно он в 1885 году разработал аэростат, который имел тонкую металлическую оболочку, позволявшую сохранить постоянную подъемную силу и уйти от применения взрывоопасного водорода, заменив его горячим воздухом. Поражает разнообразие его исследований по астрономии, геофизике, биологии. Среди его изобретений – поезд на воздушной подушке и обтекаемый аэроплан. С 1903 года Циолковский вплотную занялся работами, связанными с освоением космоса. Мало кто знает, но существует произведения Циолковского, которые не вошли в сборник научных трудов. Это фантастические повести ученого. Юрий Гагарин, прочитав их, был удивлен тем, как точно описано нахождение человека в космосе. Описание и реальность совпали. Михаил Калашников. В семье был младшим. Семнадцатым. По некоторым данным, семнадцатым из девятнадцати детей. Российский конструктор стрелкового оружия – создатель всемирно известного автомата Калашникова. Сегодня АК, включая последующие модификации, самое распространенное стрелковое оружие в мире. По разным оценкам выпущено от 60 до 100 миллионов единиц АК, в то время как его ближайшего конкурента, американского М-16 – 8 миллионов. Иван Павлов. Великий ученый, первый русский нобелевский лауреат, физиолог. Иван как раз был первенцем в большой семье, в которой родилось 10 детей. Но как ученый он состоялся благодаря тем навыкам, которые получил с детства. Он рос здоровым и жизнерадостным. С малых лет помогал отцу и матери в трудах, и с младшими детьми, и в поле, и при постройке дома всегда был на подхвате. О родителях Иван Петрович всегда вспоминал с теплом и благодарностью. Так свою автобиографию он закончил словами. А подо всем всегдашнее спасибо отцу с матерью, приучившим меня к простой, очень невзыскательной жизни и давшим возможность получить высшее образование. У Павловых была большая библиотека, и в доме было очень уважительное отношение к книге. Отец приучал к труду всех детей, пытался выявить их природные таланты. Великий физиолог в своих воспоминаниях писал, что колол и пилил дрова, помогал по дому, заботился о меньших братьях. Он не раз говорил, что большая семья – это школа нравственного и трудового воспитания. Родители сделали мне пожизненную прививку от праздности и лени. В доме Павловых все было заведено строго. Отец был настоящим главой семьи, был строгим, но справедливым, и дети слушались его беспрекословно. Когда внезапно не стало отца, старшие братья сами стали заботиться о младших, подняли их на ноги и даже передали им свою долю в наследстве. Будущий академик с детских лет приучал себя к аскезе, что не раз выручало его в жизни. А вы знаете лично семьи, в которых хотя бы больше четырех детей? Поделитесь в комментариях, будет интересно. Конечно, это далеко не все многодетные семьи, из которых вышли талантливые люди. И довольно часто в таких семьях практически все дети рано проявляли одаренность и оставили после себя глубокий след. Один из примеров – потомки знаменитой купеческой семьи Абрикосова. Бабаевский шоколад знают все. Вот только рабочий с этой фамилией к шоколаду никакого отношения не имел. А его, как и саму фабрику, создал Алексей Абрикосов, у которого было 17 детей. Среди его потомков – академики, народные артисты, писатели, медики с мировым именем и даже физик, лауреат Нобелевской премии. Но это уже совсем другая история. Согласно ведическим представлениям, у каждого человека существует определенный набор каналов восприятия, разных мерностей, энергии тонкого плана и так далее. С рождением каждого ребенка раскрывается и наполняется потоком энергии очередной канал. Таким образом, чем больше у человека детей, которых он воспитывает и поднимает на ноги, тем более высоких планов духовного развития он достигает. Таким образом, многодетность фактически становилась залогом благосостояния, духовного и физического здоровья. Есть выражение «все болезни от нервов». Однако в погоне за благополучием, за удачей, за успех люди часто забывают о главном. И наступает время, когда они начинают ходить по врачам, сдавать всевозможные анализы, проходят всевозможные мучения, забывая, что причина кроется в них самих. Меня зовут Ольга Петровна Кузьменко, я профессор, доктор медицинских и психологических наук, являюсь автором медико-социально-психологической и духовной диагностики, а также регуляции здоровья. Я приглашаю вас на свой бесплатный онлайн-мастер-класс «10 правил здоровой духовной жизни», где я вам расскажу, почему опасно обижаться и как негативные эмоции влияют на нашу энергетику и здоровье, какие правила жизни необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым при любых внешних условиях, как научиться принимать негатив с благодарностью, предупреждать болезни и неприятности еще в зародыш и не дожидаться их проявлений. Регистрируйтесь по ссылке и до встречи в эфире. Благодарим вас, что досмотрели ролик до конца, поставили лайк и написали комментарий. Нам очень важно знать, что вам нравятся наши ролики, только так мы понимаем, что вам важно то, что мы делаем. Не забывайте подписаться на наши соцсети по ссылкам в описании на случай возможной блокировки Ютуба и да пребудет с вами осознание.